Прежде всего я хотел бы вам сказать, что я говорю тоже и в случае майсинской грамматики и гантинской грамматики на историческом фоне этих языков, значит объясняю вещи в историческом освещении. Причина является, что многие факты понимаются исторически, как вы хорошо знаете, очень много инконзекрентных явлений, непосредственных, регулярных явлений в языке, которые объясняются исторически. Так, например, множественное число слова «глаз», «глаза». Вам известно по всей вероятности, что это первоначальная двойственная форма, но двойственное число исчезло из русского языка, из большинства славянских языков, но некоторые остатки все еще находятся. Только исторически можно понимать, почему глаза – множественная форма существительного глаза. Я хочу тоже отметить, что, как вы уже знаете, я не русский, я иностранец. То есть, этот язык абсолютно чужой язык для меня. Я говорю на этом языке ошибочно. Если вы не понимаете что-нибудь, можете меня перебивать, когда вам хочется. У меня только одна большая просьба. Попробуйте говорить медленно и произносить ярко, и, если возможно, немножко громче. По-моему, акустика этого зала не самая отличная. Другое отмечание – это терминологическое. Я не с удовольствием пользуюсь термином «проязык», «проамансийский», «прохантыйский». Когда-то, может быть, несколько десятилетий тому назад, я читал статью одного русского языковеда именно об этой проблеме. И он тоже сказал, что «проязык» – не очень частный термин. По-моему, «проязыком» можно понимать, ассоциируется с самым древним языком человечества. В том смысле, как об этом писал американский циполог Джозеф Гринберг, Ротоверд. И в таком смысле, конечно, мы не говорим о наших современных языках. Кроме того, у нас в Венгрии этот термин «проязык» употребляется в том смысле, что венгерский язык был предок всех языков мира. Это, конечно, мнение дилетантов, и подобные знатки имеются везде в Европе, впрочем, в России тоже. Значит, в этом отношении тоже не исключение. А теперь к этому материалу. Окей, хорошо. Значит, вместо «проязыка» я говорю о древнемансийском языке, и древнемансийском языке, когда говорим об общих предках современных наших языков, тогда употребляю термин «язык-основа». Впрочем, и в немецком «grondsprache» используется наичаще. «Ursprache» имеет тоже отрицательное впечатление. Когда смотрим на семью уральских языков, самый далекий пункт, конечно, это уральский язык-основа. К сожалению, это не действует, не могу ничего делать. Из уральского языка-основы родились самуэтский язык-основа и финно-угорский язык-основа. Я предполагаю, что этот факт всем вам известен. О, я забыл спрашивать, какими языками вы занимаетесь, пожалуйста, очень коротко. Я занимаюсь якутским, уйгурским, древнеюйгурским и корейским языками. Якутский язык. Ненецкий. Немецкий. 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 Ага, самый немецкий. Спасибо. Дальше. Натюрку. Башкирский. Ага, хорошо. Зимний. Башкирский. Зимний. Изучала Русский Говор Иорембургской области. Ага, спасибо. Сказ shars Youtube. Снорский язык. Какой? Шорский. Шорский, ага, оке. Okay, спасибо! Ненецкий. Хантыйский. Хорошо. Обско-угорские языки, хантыйский, в частности восточные диалекты хантыйского. Башкирский. Ненецкий. Хантыйский, ненецкий. Якутский. Ненецкий. Шорский. Башкирский. Алтайский. Якутский язык. Татарский и теркский в целом. Якузский язык является здесь самым популярным, правда? Угроведов меньше. Так, значит, западную ведь представляют финно-угорские языки. И эта ведь делилась дальше на финно-пермские языки, где находятся финский, эстонский, самский, мордовский, марийский, коми и удмуртские языки. И восточная группа финно-угорских языков – это угорские языки. Этот язык-основа делился тоже на две группы. На обско-угорский язык-основа и на древне-венгерский. Значит, непосредственные родственники моего родного языка – это общая группа обско-угорских языков. Этот язык-основа делился дальше на древне-ангерский и древне-мансийский языки. И из этих возникли современные диалекты, которые занимаются этим языком, знают очень хорошо, что эти языки диалектно очень расчленены в той мере, что некоторые новейшие финно-угороведы хотят говорить о разных хантыйских языках и мансийских языках. Большая часть говорящих этих языков, бывших говорящих, уже исчезли, только некоторые говори существуют все еще. Значит, эти языки, к сожалению, скоро могут исчезать. Когда говорим об истории языков, конечно, надо принимать во внимание и фонетический обувь, фонологию этих языков. Я попробовал составить системы согласных и гласных обско-угорского языка основы систематической работы об этом либо нет, либо очень мало и не помню. Таким образом, и система, которую я здесь представляю, тоже неполная. В этих таблицах, вы видите, везде реконструирование, должна эта система быть, понятно, с ездочками. Здесь, в таблице согласных, один проблематический пункт, это самая реализованная, может быть, такой согласный существовал в обско-угорском языке, основы, может быть, нет. Вы видите, колонны, 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 спасибо, ну вот видите, иностранец. Во второй колонны, вы знаете, какой согласный обозначается так? Можете пример, скажем, из английского языка? А, нет. Слово «нет» есть согласный, который обозначается «дельта». Ясно? И «дельта». Спасибо. Спасибо вам большое. Да, да. Спасибо. 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 «Дельта». «Дельта». И так далее, и так далее. «Дельта». В угорском и обско-угорском языке основы это «дета» представил «с» и «эш» уральского и финно-угорского проязыков. Они совпадали «с» и потом это стало «дета». «Дальнейшая» суда этого века стало «элд». В зревне-хантыйском языке «тфл», которые занимаются сургутскими диалектами и казымским диалектом хантыйского языка очень хорошо знают где-то согласны. Потом L в разных английских диалекте. L, не, ноль, ты, ты в майсейском языке ты а мы потеряли это согласие. Поверь, это стало у нас. H, потом нуль. Гласные, сравнительно простые, были долгие, краткие и три подъема. Здесь тоже имеется один элемент, который неясный, это радиусирование, может быть, существовало, может быть, нет. Здесь надо иметь в виду и гласные не первого слога. Здесь тоже видим, что были палатальные и бельярные гласные, тоже короткие, долгие, можно сказать, и вообще являются редуцированными. Здесь тоже было два сорта. И в этом языке основа господствовала гармония гласных, палатуральная гармония гласных, именно как и в моем родном языке. Но в современных обско-угорских диалектах это уже меньше замечается. В самых восточных хантыстских диалектах есть, в Аховском, в Асюганском, в Сургутском, но и в Сургутских диалектах некоторые уже более меньше потеряли это явление, но еще не совсем. А на юге, на севере гармонии гласных уже нет. Что касается мансийского языка, в современных диалектах ее уже нет. В южном диалекте жила гармония гласных, но это диалект, примерно сто лет тому назад вымер. и очень коротко хочу указать и на современные мансийские диалекты. здесь внизу видите имеются три группы южные диалекты и могу сказать, что другие это неюжные 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 в середине стоят средние диалекты восточные и западные которые близко русские диалекты и далее северные которые сегодня еще живут и как я знаю последние говорящие западных и восточных диалектов умерли 20-30 лет тому назад. тоже таблица диалектов в другом формате я везде употребляю сокращение обско-угорских диалектов в немецкой форме. Причина этого очень простая. В научной литературе используемся наичаще именно эти формы и даже уравничес этимологический сверст бух то есть этимологический словарь уральских языков написан на немецком языке и традиционные сокращения употребляли и в этом огромном произведении предполагаю что те которые занимаются в России или в Швеции этими языками им совсем все равно как мы обозначаем эти диалекты традиционно это самое важное здесь в кругу видите что самые далекие пункты с точки зрения родства это южные и северные диалекты потом видны древние мансийские согласные эта система уже проще чем общая 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 здесь существует и существует уже три согласных лабиализованных ла 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 муа эти вообще существуют еще в речи тех которые говорят на этих диалектах значит вас северных диалектах и в других были такие согласные а следующая таблица содержает современные в кавычках современные фонемы южных и восточных диалектов южные диалекты говор существовали около реки тавда поэтому сокращение стоит т восточные в окрестностях конды и юконды к у был диалект нижней конды к у конда унта ю юконда по диалекту или говор кау диалекта на этом диалекте говорил Баланди Новохрушева это фамилия известна вам хорошо она была писательница писал грамматику мансийского языка вместе с Ромбандеевой которая была тоже мансий и Вахрушева и Ромбандеева писали вместе азбуки для детей значит они были очень активны лица в науке в связи своего родного языка и родных диалектов древне мансийские гласные внизу здесь тоже полотания голярные долгие и краткие и как немножко позже видим вне первых слогах тоже краткие и долгие и редуцированный гласник был только один вместе с тем существовала гармония гласных еще в древнем мансийском языке как я уже сказал в современных диалектах этого явления уже нету был только в южном диалекте в диалекте на тавде очень прекрасная гармония гласных и остатки были еще и в кондинских диалектах значит в восточных диалектах гармония гласных явление такое вообще в языках которое исчезает в уральском языке основы была тоже по всей вероятности гармония гласных а из современных языков имеется это только в части при байтийско-финских языков некоторые остатки есть в мордовских диалектах в западном западном марийском языке существует полная система а в других нету перские языки перском и удморт вовсе не знают угорские языки сохранили это явление более или меньше наилучший венгерский язык у нас гармония гласных имеется во всех диалектах а в обско-угорских только в некоторых сродительно архаичных диалектах а вы видите по другому Штейниц, значит, я, конечно, пользовался произведением Волганда Штейница, отличного немецкого финно-гроведа, но некоторые части я вижу по-другому, как он, и я хочу верить в том, что я прав, я хочу верить, именно я должен указывать на то, что настоящий знаток этих языков, какое мнение представило в этом аспекте. Теперь можем продолжать. С древне-гантыйским языком, здесь тоже представляют впервые диалекты, конечно, не можете видеть подробно эти языки, еще один важный диал, я делал копии своих лекций здесь, и они находятся теперь на CD, которые я передам коллеге Дубровской, и она может делать копии для вас. На CD находятся эти лекции, так как вы теперь видите, сложение имеется и в этих текстах ошибки, я нашел несколько. Потом есть и копии многих научных трудов, которыми я оперирую здесь в формате PDF. Между прочим, мансийский словарь Верната Мункач и Билл-Калмана, многие статьи Вольфганда Штейница, и некоторые от меня тоже, и этимологический словарь уральских языков, которого уже нет в продаже, но у меня есть копия PDF, и можете пользоваться этим. Не знаю, когда могу передать эти дискеты коллеге Дубровской, но вы можете спрашивать сотрудников кафедры. Буквы в этих рисунках вы не видите, правда? Мне очень жаль. Здесь тоже я попробую представить степень родства между этими диалектами. здесь имеются две рисунки, они те же самые. Первая это на венгерском языке, но с международными сокращениями, и другая рисунка на русском языке с русскими сокращениями. Так можете отождествовать легче эти русские и нерусские формы. Если смотрим на древние антильские согласные, видим, что эта система очень похожа на систему обско-угорского языка основы. Были, конечно, некоторые изменения, которые видны, если видны в следующих таблицах современных антильских диалектов. Можно ли сделать этот текст больше, кто знает? Нет, я не знаю Windows. Спасибо. Ага, лучше еще. Вот это сделаем? Ага. А, хорошо. И как можно шагать вперед и дальше. Вот так. Окей. Хорошо. Спасибо большое. Уже видно? Да? Очень богатая группа диалектов. В специальной литературе вы найдете, что эти сокращения значат. Я думаю, что самая важная, что… С�ега и Эйн-Юган – это ключевые деревья в восточной области. И, можно сказать, в определенном смысле слова – самые архаические диалекты. Значит, это на венгерском языке и потом по-русски наибольшее родство обозначено, как можете сейчас видеть. Как изменяется диалектный облик с востока на север и самые далекие друг друга диалекты, обдорский диалект, значит, в окрестности современного Салехарда и на реках Вах и Васюган. Как я слышал вчера от одного коллеги, на Васюгане говорят еще по-хантыйски, но имеется ли еще Ваховский делать, не знаю. На юге уже исчезли люди, владеющие своим родным языком. В основном был восточный диалект. Но живет, живет вместе с иертическими, то есть с южными диалектами и стал переходным диалектом между двумя частями. Система согласных на севере сравнительно простая. число фоним уменьшилось, исчезли. Между прочим, лавиализованные согласные х, ко, н, стали простыми гамма или х, к, н. В древней антийском языке была тоже гармония гласных. Продолжение следует... То есть, вероятнее и палатальнее, и в первом слоге, и в не первых слогах. Система гласных хантыйских диалектов такая, что в них существуют так называемые полные гласные, которые могут реализоваться как сравнительно краткие или сравнительно долгие. Значит, качество этих гласных может изменяться. А совсем короткие, краткие гласные, редуцированные, это вообще очень-очень краткие, но не редуцированные значения фонетики, потому что у них есть чистая... Как это сказать... Как это сказать... Color... Да? Цвета голоса. Можно сказать? Оттенки. Спасибо большое. Краска. И принимают участие, конечно, в гармонии гласной, которая сохранилась только на востоке, уже сказал. На юге и на севере уже не было и нет. Да. Здесь вне властный современных диалектов. системы диалекта Ваха и Квас-Югана тождественны. Те же самые. В Сургутском районе есть уже маленькие разницы. Так, например, гармония гласная уже слабее в юганском диалекте в диалекте пымском и салымском уже совсем нету. Системы западных диалектов еще проще. Южные диалекты, северные, которых уже в 19-м столетии совсем не было гармонии гласных. Если сравниваем эти гласные, не первого слога, с системой древнеантийского языка, большие разницы. На Востоке развивались новые гласные. Ага, окей, спасибо. Видите? Восточные диалекты восточные диалекты более эргейчные, чем западные, то есть южные и северные. И, может быть, и больше инноваций они имели, чем западные. Об этом вопросе буду говорить в морфологии, которая следует теперь. Значит, современные майсийские диалекты, это майсийские. Когда говорю о современных диалектах, это всегда понимается в кавычках, потому что я стараюсь представить все диалекты, которые я знаю более-менее, но большинство этих уже не существует. Вообще можно сказать о морфологии майсийских диалектов, что они не очень унифицированы. Очень много колебаний, очень много непоследовательностей в этих диалектах. Даже и в фонологической системе видим такие странные вещи. Я наилучше знаю южные диалекты в этом отношении, северные и западные. Но во всех много колебаний и фонологическая система может различаться очень сильно от реализации фонетических этих фонем. В примерах иногда я попробовал это тоже представить, которые следуют позже. И если говорим об основах этих языков, можем видеть, что есть некоторые стабильные, не чередуются и только минимально, и есть чередующиеся основы корней. Самый простой случай, когда основа не чередуется, здесь видим пример чулок ваи 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 например как реализуется а долгое в пелинском говоре как дифтонг оа в кундиинском диалекте ваи лобиализованный и открытое и это тоже реализуется вообще как дифтонг ва может реализоваться как краткий гласный или долгий гласный значит и фонетическая фонологическая система этих диалектов такая что останется работа еще и вам потому что в этих описаниях много трудных пунктов только предположения собака тоже не чередуется чередования корней очень много я взял только несколько примеров которые находятся везде в этих диалектах мансийского и английского языков когда например в конце слова имеется гамма г или представитель старой гаммы г г билобиальная в южно-мансийском языке эта гамма может чередоваться согласным к или иногда реализуется как гамма долгой гамма 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 запряжен гамма 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 что это такое? очень хорошо но есть и другое слово глаза это старое до здоровое число тоже но русский язык потерял это свойство и потеряет почти все славянские языки. Все еще имеется один славянский язык, который пользуется двойственным числом, который это язык, знаете? Может быть, я об этом не знаю. Словянский. Один из германских языков тоже имеет еще двойственное число. Один изолированный язык, исландский и новогреческий тоже. Значит, и, конечно, индоевропейский язык основа и имело, и двойственное число, но в европейских языках большинство этих языков это число исчезло. То же самое видим в уральской семье языков. В современных языках уже очень редко встречается это. В основном в обско-угорских языках, в определенном смысле слова в самских диалектах и есть в самодейских языках. Значит, большинство этих языков потеряло это людей. Но некоторые остатки остались. Так и в моем родном языке. Вы занимались венгерским языком и венгерским языком не совсем нет. нет? Ну, хорошо. Два по-хамтийски и по-мансийски, кто знает. Я пишу. Кат. Кат. Ангельском на востоке. И есть Кат в мансийском языке на север. И и в мансийском языке и но в этих языках имеются формы конечно оба-обе тоже. В восточно-хамтийских языках как рано. или Каттен. знаком сухихи двойственного числа. В венгерском языке возник возник из гифтонга эу это из эра который сухихи тоже содержает гамма. Значит в венгерском языке двойственного числа уже нету но остатки есть. Имеется еще и другое слово в котором эта гамма находится по крайней мере исторически. и суфикс двойственного числа в обскогрском языке основе был тоже гамма который развивался немножко в разные стороны в древнем ансийском и древне антийском языке и конечно в венгерском тоже. Имеется эти премьеры из низко диалекта и все числа в суфиксы мансийских диалектов. Единственное число имеет само собой разумеется ноль везде. Можно сказать что это общее явление в языках мира. Двойственное число был гамма и это число исчезло в южном диалекте в табинском диалекте а в других существует все еще или в форме дифтонга или недорогова или дамма. Третье число это множественное тейн. Тейн является древним наследием наследием уральского языка основы. Большинство почти большинство уральских языков пользуются все еще этим суффиксом множественности. если занимались прибальтийским финским языками знайте что там тоже тейн суффикс множественности по крайней мере ременительным вегетерном падежах других используется другой суффикс. Венгерский язык тоже потерял это тейн у нас в абсолютной парадигме употребляется ка тоже древний элемент из уральского языка основы или свиногорского. В обско-угорских языках имеется еще одна категория статус которого можно сказать не очень ясна. Это категория коллективности собирательности. Вот это суффиксы такая категория существует во многих языках мира и некоторые считают это категорией грамматического числа другие смотрят на эту категорию как на словообразование значит оба решения возможны. В двансийских диалектах состоит этот суффикс из согласных не ч плюс числовой суффикс двойственного или множественного числа. этот суффикс в южном диалекте Натаги не пользуется конечно суффиксом двойственности отсутствует совсем а в других языках может появляться альтернатива либо появляется либо нет и когда речь идет о множественном числе вообще выступает и некоторые примеры да когда и в том случае есть согласование по числу когда этот собственный суффикс не имеет какой-то суффикс числа из южного диалекта не могу приводить примеры конечно из восточных я цитирую два нижняя конда пювенс минсах пювенс отец сыном пюв сын мальчик и отец только ассоциироваться с этим словом пювенс формально в единственном числе а сказуемое стоит конечно в двойственном числе возможно и форма что сын имеет суффикс двойственности пювенс минсах отец ушел сыном точно такая форма из западного диалекта на пювенс минсах отец ушел сыном и северная форма уже появляется отец аше пювенс минсах отец ушел сыном и потом еще короткое объяснение формы во множественном числе употребляются если существительные обозначают больше чем два живых существа но они могут обозначать и два существа в автодетском диалекте пример асиньсад минясан асиньсад аси отец не с это суфикс коллективности ты множественное число минясан уж я ушел я ушел с дедом кандинский диалект отец ушел со своими сыновьями на севере ас минясан это явление имеется в французских диалектах но употребляется меньше в других финно-угорских языках имеется подобное явление очень интересный пример финский язык в этом отношении где такого собственного суфикса нет но те множественного числа употребляется в этом смысле когда я был студентом в Хельсинке у меня было две преподавательницы финского языка Эйла другая была Лайла и когда я однажды хотел встретиться с ними в доме где они жили сосед сказал мне что их нет дома потому что Эйла я ушли дословно Эйл и Лайл пошли значит и Эйла и Лайла во множественном числе в других финно-угорских языках имеются другие решения как например в марийском языке два или три или четыре способа для выражения коллективности есть тоже и в пермских языках как я уже сказал в современном венгерском языке в абсолютно парадигме парадигме к это знак множественности но первоначально еще финно-угорском языке снова предшественник этого к тоже суффикс собирательности значит такие решения могут развиваться и собственные знаки суффиксы количества множества множества здесь можем держать маленький отдых было все понятно что я попробовал вам попробовал объяснять да честное слово спасибо спасибо